В эфире программа День города в студии Оксана Тебенихина. Здравствуйте! Это утро встретил рязанцев пасмурной погодой. Что ж, осень забирает свое. Ну а наши авторы постараются разбавить этот дождливый день интересными новостями. Смотрите сегодня. Из старых стен в новые представители регионального правительства проверили, как реализуется программа переселения граждан из аварийного жилья. Подарок детям. Воспитанники Шереметьевского детского дома стали участниками интересного и необычного конкурса. Чистая Рязань. Акция по благоустройству города продолжается. Участие в ней принимают и представители городских властей. Теперь обо всем подробнее. Программа переселения граждан из ветхого жилья идет полным ходом. Сегодня представители регионального правительства осмотрели в поселке Ворские новые квартиры, которые были предоставлены жителям аварийных домов. Пообщалась с новоселами и наша съемочная группа. Аварийные дома являются одной из основных проблем современных городов. В таких постройках людям живется очень нелегко. Для граждан, которые проживают в аварийных домах, предусмотрена программа переселения из ветхого жилья. Так, в рабочем поселке Ворские на смену уже непригодным домам пришли современные многоквартирные новостройки. В целом, значит, по Ворсковскому сельскому поселению было четыре многоквартирных жилых дома, признанного аварийными. Значит, 51 семья. Из них сейчас два многоквартирных аварийных жилых дома расселены и получили благоустроенное жилье. Вот здесь буквально рядом находится школьный дом 9. В Рязанской области программа по расселению из аварийного жилья рассчитана на пять лет. Уже сейчас можно говорить о том, что программа будет выполнена в срок. По данным государственной корпорации, в фонд содействия реформирования ЖКХ работы в регионе идут даже с опережением. Чему несказанно рады жители поселка Ворские, которые уже переехали в новое жилье. По словам новоселов, сравнивать старые условия проживания с новыми не имеет смысла. У некоторых не было даже коммуникации, потому что, ну что это, старое общежитие. Старое общежитие было, поэтому не у всех были даже коммуникации. В туалет некоторые ходили в общий. Общий туалет было и ванна. Ну просто вот. А сейчас что же у каждого туалета, у каждого ванна, горячая вода в любое время. Всего в поселке Ворские будут построены три малоэтажных дома, в которые переедут 25 семей. Как отметил Сергей Семенов, качество выполнения строительных работ проходит на высшем уровне. К другим новостям. Месячник по благоустройству города идет полным ходом. Каждый сердобольный рязанец считает своим долгом привести в порядок территорию, прилегающую к дому или к месту работы. И это правильно. Ведь кто, если не мы, способны поддерживать любимый город в чистоте? Работу по благоустройству городского парка у здания муниципалитета своими силами ведут городские управленцы. Депутаты Рязанской гордумы и сотрудники аппарата приняли участие в акции по уборке города. А этот зеленый уголок им особенно мил и близок. Причем в буквальном смысле. Мы по традиции всегда в парке убираемся в городском. Здесь рядом со зданием муниципалитета. Ухаживаем за этими замечательными аллеями. По крайней мере мы здесь рядышком находимся. И уже такой хороший стал традицией. Мы уже, так сказать, по-другому много лет уже здесь. Именно вот субботники проводим здесь, как я уже сказал, в городском парке. Месячник благоустройства города. Конечно, хорошо, чтобы жители Рязани вышли в свои дворы, в те места, где они живут, убрались. Я считаю, что наша Рязань, она очень красивая. Вот во многих городах, в которых был, всегда сравниваешь тоже с Рязанью. Я считаю, что у нас наш город самый лучший. Ну, а его красота во многом зависит и от нас. Рязанская городская дума и впредь будет активно участвовать в подобных акциях, направленных на благоустройство Рязани и очистку города от мусора. Ведь для того, чтобы Рязань всегда оставалась красивой и чистой, каждый должен приложить к этому делу свою руку. Сегодня свой 25-й юбилей отмечает Рязанский лицей номер 52. Это учреждение по праву входит в десятку самых лучших школ региона. Торжества по случаю юбилея прошли в Рязанской филармонии. Свой юбилей лицей отметил душевно. В Рязанской филармонии собрались и ученики, и преподаватели, и приглашенные почетные гости. Звучало много теплых слов, особенно в адрес педагогов. Для большинства из них лицей стал вторым домом, а коллеги-ученики – родными людьми. 25 лет за эти годы произошло многое. А самое главное – это то, что создано основа для дальнейшего развития этого учебного заведения. С юбилеем лицея преподавателей поздравил и глава города Андрей Кашаев. У меня двойственное чувство, потому что я горжусь, что я закончил 52-ю школу, и не менее горжусь, что именно в моей родной школе появился лицей. Лицей, который уже на протяжении 25 лет отличает высокое качество подготовки, у которого прекрасные учителя, прекрасные чудесные ученики, которые сидят в этом зале, которые уже много лет назад закончили и вышли из устьен, и стали выдающимися людьми, которые прославляют не только наш город за его пределами, но и за пределами нашей страны. Действительно, это титанический и благородный труд всех, кто стоит на этой сцене, всех, кого здесь нет. Нельзя не сказать о том, что выпускники этого лицея поступили в лучшие учебные заведения России. Некоторые из них даже читают лекции за границей в престижных вузах. Так что усилия преподавателей были не напрасны, а ведь многие из них посвятили свою жизнь работе в этом учреждении и воспитали достойное поколение. После службы в вооруженных силах Советского Союза в течение 32-х календарных лет у меня стал вопрос, куда пойти работать. Имея инженерно-авиационное образование и исторический факультет Саратовского государственного университета им. Чернышевского, я принял решение пойти работать военным руководителем школы номер 52. Примерно 1600 человек за 25 лет в лицее его закончили. И только 5, по-моему, или 6 человек не получили высшего образования. Так что 25 лет – это немного, но и немало для того, чтобы добиться успеха. И помочь в этом уже нескольким поколениям. Рязанские полицейские безвозмездно сдали кровь. Это мероприятие стало уже традиционным и, что немаловажно, символичным. Ведь именно эти люди одними из первых приходят нам на помощь. Вот и в этот раз полицейские сделали очередное доброе и благородное дело. В коридорах Рязанской областной станции переливание крови было тесно от людей в полицейской форме. Мы сегодня рады приветствовать вас. Это очень хорошее, доброе дело. Почему? Потому что все-таки у нас много очень больных, нуждающихся в переливании крови. И все-таки эта акция приурочена безвозмездной сдаче. И кровь, заготовленная от сотрудников полиции, пойдет на лечение больных, которые нуждаются в переливании крови и компонентов. Региональная МВД подготовила транспорт для желающих стать донорами. И утром полный автобус сотрудников полиции прибыл к пункту назначения. Несколько десятков рязанских полицейских приехали в областную станцию переливания крови, чтобы стать донорами и оказать помощь больным, нуждающимся в препаратах крови. Мне кажется, надо людям помогать, которые нуждаются в этом. Потому что для себя это, конечно, полезно. Но в первую очередь для людей, которым необходима эта кровь. Для сотрудников полиции готовность в любой момент прийти на помощь к попавшему в аварию или пострадавшему о действии злоумышленника – неотъемлемая часть. Профессии и смысл службы. И кроме борьбы с преступностью и поддержанием правопорядка на улицах городов и поселков Рязанской области, для полицейских есть множество способов оказать помощь жителям родного региона. Стать донором доступно каждому здоровому человеку. А в полиции служат не только ответственные, но и физически развитые люди. Поэтому сотрудники с радостью и готовностью приехали сдать кровь для рязанских больных. Еще один добрый сюжет на этот раз от Олеси Харлиной. Она расскажет о том, как неравнодушные и креативные люди помогают юным воспитанникам детского дома стать более открытыми и раскованными и поверить в то, что хорошие вещи случаются тогда, когда их совсем не ждешь. Вот она, модель идеальной большой дружной семьи, где царит любовь и взаимопонимание, скажут те, кто не знает предыстории появления этих фотографий. Вы удивитесь, но все эти ребята – воспитанники детского дома. И на самом деле пережили в своей жизни достаточно много не самых веселых моментов. А началось с того, что хозяйка салона красоты «Салют» Татьяна Сельдемирова решила повесить над рабочей зоной новые светильники. Стиль подсказала очередное увлечение, но расписывать белые плафоны она решила с детьми и просто отправилась в Шереметьевский детский дом. А победителям пообещала подарок – профессиональную фотосессию. Она очень добрая и милая. Чему она вас научила? То, что не нужно стесняться, то, что нужно всегда следить за собой, быть аккуратным. Из 22 участников только четверо оказались в финале. Десятилетняя Настя, например, никогда таким творчеством раньше не занималась и очень смутно представляла себе, как будет выглядеть ее подарок. Просто хотелось, ну, чтобы на мою лампу смотрели хотя бы. На самом деле все гораздо глубже. Многие воспитанники детского дома всю жизнь мечтают о том, чтобы на них обратили внимание. Сначала мы все стеснялись очень, потому что впервые вот. А вообще сам процесс очень понравился. Потом такие эмоции были. Мы потом приехали, всем рассказывали. Нам все говорили, о, какие вы красивые, все такое. Максим оказался единственным мальчиком в этом цветнике. В свои 13 он мечтает стать знаменитым футболистом. Сейчас болеет за ЦСКА. Лене 15, самой старшей участницы Кристине уже 17. Они смогли просто показать себя изнутри. Им было комфортно, им было удобно. Они не стеснялись, они были молодцы и чувствовали себя достаточно уютно. Если вот обратить внимание на фотографии, дети абсолютно босые. Они одеты во все белое. Кангел. Да. Это как бы хотелось показать их такую вот чистоту. Я подумала, что это какие-то модели. Очень красиво, очень стильно, очень модно. Такие красавицы. Очень понравилось. Ради создания модельной внешности Татьяне Сельдемировой пришлось пойти на рекорд. Сделать 9 причесок за час. Образом ребят занялась ее подруга Оксана Пшеничная. Хотелось что-то подарить им чистое, белое, безупречное, идеальное может быть в жизни, потому что цвет белый – это цвет милосердия. И здесь они, в общем-то, выполнили все свои задачи на 100%. Они отдали тоже свою душу и частичку сердца, участвуя в этом конкурсе. Я сделала им красивые стрижки, кого-то покрасили. Но все было так, в рамках возраста и дозволенности, то, что можно было сделать детям. Мне очень понравилось, особенно мне понравилось, когда нам купали одежду. Оказывается, эти ребята уже имеют представление о красоте. В арт-студии «Домовенок» шьют одежду из подручных нетрадиционных материалов. А потом ездят с дефиле по всей области. Одна из выпускниц детского дома даже участвовала в показе самого Юдашкина. Очень хочется пожелать этим детям не нуждаться в легендах о прошлой жизни, а испытывать настоящие эмоции и хранить реальные, добрые воспоминания. Надо стремиться делать добро ежечасно, ежесекундно и ежемгновенно. Ну а теперь сюжет на правах рекламы. На базе Рязанского агротехнологического университета состоялся семинар, участниками которого стали представители региональной сельскохозяйственной отрасли, а также студенты вуза. На конференции обсуждались методы развития аграрного и животноводческого производства. Каждый крестьянин, фермер или крупный аграрий хочет получить максимальную прибыль от поголовья скота или птицы. Тем более, что животноводство, являясь основной отраслью АПК, определяет уровень потребления населением полноценных продуктов питания и в конечном итоге продовольственную безопасность страны. На минувшей неделе рязанская группа компаний «Спарта» совместно с научно-внедренческим предприятием «Башенком» провели семинар на базе Рязанского аграрного университета. Темой встречи стало внедрение пробиотических препаратов и кормовых добавок для всех типов животных. Эта программа уже успешно работает в области биологизации сельского хозяйства и импортозамещения. У нас в Башкирии животноводство очень хорошо развито, у нас очень высокая продуктивность у животных. Мы достаточно хорошо внедрили наши препараты на территории и Республики Башкортостан, Республики Мордовия, Пензенской области. Например, ученые компании «Башенком» разработали уникальную, не имеющую аналогов в мире, пробиотическую кормовую добавку «Биогуметель» на основе активированного угля, солей гуминовых кислот и двух собственных стабильных штаммов, что позволяет кроме профилактики заболеваний животных снизить затраты на производство свинины. Рязанская компания «Спарта» использует органы минеральной жидки удобрения на основе тех же бактерий. Мне они сами понравились, применяют, скажем так, и у себя на подсобном хозяйстве. Хорошая продуктивность, скажем, КРС, сокращается и сервис периоды, и сокращается скороспелость у поросят. Если говорить простым языком, то применение пробиотиков приводит к предупреждению целого спектра желудочно-кишечных и легочных заболеваний, в том числе различных инфекций, а значит, способствует снижению затрат на приобретение дорогостоящих ветеринарных препаратов и проведение незапланированных зооведмероприятий. Это препараты на основе сенной палочки бактерии Bacillus subtilis. Это дружественные бактерии, которые миллионы и миллионы лет назад присутствовали в пищеварении всех людей и животных. Но, к сожалению, с химической нагрузкой на как раз техногенное воздействие на окружающую среду Bacillus subtilis утратила свои уникальные свойства. Прошедший семинар был хорош тем, что все, у кого остались вопросы и сомнения насчет пробиотических препаратов, могли их задать и сразу получить компетентный ответ. Но стоит сказать, что применение пробиотиков во всем мире считается важнейшим элементом перехода к получению экологически чистой продукции. Это все новости, которыми мы хотели с вами поделиться. Далее в эфире программа о подробности. Ну а День города прощается со зрителями до завтра. Всего доброго! Уважаемые жители города! Рязанская городская муниципальная энергосботовая компания напоминает о необходимости своевременной оплаты электроэнергии, в том числе предоставленной на общедомовые нужды. Телефон для справок 40 20 40 40 20 40. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова